Еще одна война или очередная провокация? Сербия запросила у миротворческого контингента НАТО КФОР разрешить стране направить в Косово около тысячи полицейских и армейцев. Правительство потребует возвращения сотен и не более тысячи военнослужащих и полицейских, сказал президент Сербии Александр Вучич. Это первый раз, когда официальный Белград пригласил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998-1999 годов в Югославии. Если говорить уже о таких глобальных последствиях такого демонстрационного заявления, такой акции Белграда, то однозначно речь идет о том, что таким образом Сербия дает понять, что она готова выйти из мирного договора 1999 года. Потому что именно на документы, подписанные и принятые в 1999 году, ссылаются и авторы самого запроса, который Белград передал относительно возвращения своих войск в Косово, и комментаторы ссылаются на документы 1999 года. Что это за документы? Это, во-первых, мирное соглашение, подписанное в Куманово, благодаря которому НАТО прекратило бомбардировки тогдашней Югославии, то есть это Сербия и Черногория, с одной стороны. А с другой стороны Белград вывел своих военных и полицейских из Косово. На основании достигнутых договоренностей была принята резолюция Совета безопасности ООН, в которую вошли основные пункты вот этого Кумановского мирного соглашения и дополнительные были приняты решения. Президент Вучич отметил, что запрос миссии НАТО в Косово отправлен, однако позитивного ответа он не ожидает. Очевидно, что запрос Сербии на то, чтобы сербские военные и полицейские вошли на территорию Косово является демонстрацией. Даже президент Александр Вучич, который готовил этот запрос, и другие официальные лица Сербии сами говорят, что этот запрос не будет удовлетворен. Это демонстрация, во-первых, для косовских сербов, что они их не будут оставлять, что они о них заботятся, в том числе и готовы ввести войска, если это позволит международное сообщество. Во-вторых, это сигнал самому международному сообществу, что Белград уже переходит от политических рычагов, дипломатических каких-то механизмов к военным, и что у него уже готовы военные какие-то варианты решения косовской проблемы, и он готов уже их использовать. То есть две таких демонстративные акции в одной. Не обошлось в косовском конфликте и без так называемого мнения России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал следующее по этому поводу. Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены, и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное – обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера, и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями. Вполне возможно, и конфликт в Косово не обошелся без российского следа. Началась российско-украинская война, и в Белграде, и в Приштине перестали резко хотеть идти на компромиссы. Решили, что можно попытаться обострить конфликт и решить его в свою пользу. Эта ситуация нагнеталась, ухудшалась, обострялась все эти годы с 2014 и сегодня, в 2022 году, когда Россия уже предприняла полномасштабное вторжение в Украину. Ну, соответственно, Сербия, как мы видим, хотя бы в таком формате документов подписанных, политических заявлений, заявляет о том, что готова повторить пример Москвы. Действия Сербии по отношению к Косово очень похожи на типичное поведение Москвы. То есть это угроза, которая послана Западу со стороны Сербии. Что касается послания России, то на самом деле Москва давно давит на Белград, чтобы он согласился решить косовский вопрос силой. И вот это решение о том, что Сербия уже официально заявляет о том, что готова вернуть свои войска в Косово, даже когда они рассказывают о своем этом решении, они стараются не детализировать, потому что на самом деле главной задачей этого запроса является послать сигнал о том, что они готовы это сделать. Россия таким образом может ссылаться на то, что не только мы можем напасть на соседнюю Украину, но наши союзники могут развязать новую войну в других частях Европы. Однозначно этот месседж присутствует, и Сербия согласилась принять участие в этой российской комбинации, несмотря на то, что вроде бы до последнего момента они заявляли, что хотят только мира, они будут беспокоиться о мире. Но вот это решение о том, что они готовы вести свои войска, говорят о том, что все-таки какие-то московские уговоры подействовали на официальный Белград. Россия настолько открыто демонстрирует свое бессилие, что от этого смешно даже ребенку. И это приближает поражение Российской Федерации на всех фронтах в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...